Всем привет! Меня зовут Сергей Пупович и вы находитесь на канале Метал ТВ. Последнее время многие из вас просили разобрать личность Дмитрия Гордона, в частности, на интервью Дудя. И в этом интервью не было чего-то действительно острого, чтобы сделать интересный анализ. Поэтому для меня было вопросом, а что анализировать? И в конце видео вы узнаете почему. Все свои разборы я стараюсь делать не с точки зрения обзора деятельности человека, а с психологической стороны и помимо этого вложить образовательный момент, чтобы, смотря разбор, вы также могли почерпнуть что-нибудь полезное для себя. И у Гордона есть определенные особенности, о которых сегодня пойдет речь. В каждом разборе и анализе очень важно развивать стратегическое мышление. Одних книг и информации без практики будет недостаточно, а практиковать его может каждый из вас, главное, знать как и где. Поэтому предлагаю совместить приятное с полезным. Совместно с создателями игры Викинги я решил провести для вас конкурс, в рамках которого вы можете получить главный приз. Два айфона XS и суперприз новый MacBook Pro. Принимая участие в конкурсе, у каждого из вас есть шанс получить эти призы. Как известно, такой досуг играет большую роль в развитии человека. Викинги — это игра в стратегическом жанре, где игрокам необходимо создавать и развивать свои кланы, тренировать войско, прокачивать героя и улучшать свой город. А такая игра, как Викинги, способствует развитию аналитических способностей и стратегического мышления. Поэтому лучше отдавать предпочтение таким играм, так как мозг в процессе вырабатывает такой способ мышления и интегрирует его в ваш повседневный ментальный арсенал. Чтобы получить свой приз в конкурсе, нужно сделать пару простых шагов. Хотите iPhone XS? Скачайте Викингов по ссылке в описании и дойдите до 10 уровня дворца. А если хотите MacBook Pro, просто достигните самого высокого уровня дворца до конца месяца среди остальных участников. Розыгрыш состоится 5 апреля. И помните, каждый ваш переход по ссылке в описании помогает в развитии моего канала, ибо реклама — это двигатель канала. Поэтому качайте Викингов именно по моим ссылкам в описании. И плюс к этому получите 200 золотых монет и бесплатный бонус в виде счета. Досматривайте видео до конца и переходите в игру. А мы идем дальше. С одной стороны, как человек задает вопросы, отвечает на них, каким образом говорит и ведет себя, может не бросаться в глаза и не вызывать никаких вопросов у обычного зрителя. Но с другой стороны, если присмотреться повнимательнее, то можно определить структуру и особенности, манеры говорить, вести себя и силу воздействия этого на окружающих. У каждого свои особенности, а значит и имеет разный эффект. Как это проявляется у Гордона? Давайте рассмотрим, как сформировано невербальное и вербальное поведение Гордона повнимательнее. Язык тела. Спокойный, уравновешенный, нет лишних движений, подергиваний. Фиксирует одно положение тела и жесты. Часто держит позы и тело под контролем. Имеет невербальное влияние. Это сопровождается слегка опущенной головой вниз, прямым и внушительным взглядом, редким отводом глаз. Использует наклоны тела при особо важной информации. А для этого важно соблюсти несколько моментов. Что заставляет прислушиваться еще больше к его словам. Эмоции. Мимика контролируемая, спокойная, эмоции сдержанные, нет экспрессивности и резкой реакции на какие-либо заявления. Даже в момент, когда Дудь говорит о нарцистизме... Ну откровенный нарцисс. Вас это напрягает? ...то не проявляет каких-либо реакций и эмоциональности, что не свойственно людям с проявлением таких черт. И при условии, что они у него присутствуют, показывает эмоциональную сдержанность. Паралингвистика. Голос спокойный, уравновешенный, нет резких скачков в голосе. Темп сохраняет свою скорость, независимо от смены эмоционального состояния. Потому что я должен сделать так, чтобы это интервью посмотрело как можно больше людей. Я хочу, чтобы мою работу видели больше людей, точно так же, как и вы. Не торопится отвечать на вопросы. Сопровождает речи небольшими паузами. Говорит член раздельно. Речь четкая и последовательная. Тем не менее, они не могут называть эти фамилии по неписанным законам спецслужб. Риторика. Как говорил сам Гордон, он пользуется приемами из шоу-бизнеса, чтобы заинтересовать, произвести эффект. И это играет очень важную роль в активном слушании его слов и заявлений. Обратите внимание, как у него с помощью только нескольких, но сильных слов, получается заинтриговать ведущих и, вероятно, большую часть аудитории. Мы с Володей, с Владимиром Зеленским сделали очень большое интервью, трехчасовое, сенсационное. То же самое он и делает при выступлении на передаче «60 минут», когда начинает свою вступительную речь. Переломить пропаганду Геббельса и довести до миллионов сенсационную информацию, которая, я думаю, будет вам интересна. Не является исключением также и выбора названия видео. Он использует сильные заголовки, чтобы привлечь внимание к важности темы. Это действительно удачные журналистские приемы. Такие слова у нас ассоциируются с новостями, когда хотят сообщить что-то очень важное и срочное. И интуитивно это вводит нас в состояние напряжения, ожидания и заставляет более внимательно прислушиваться к тому, что будет сказано. Поэтому с точки зрения презентации и захвата внимания это играет очень хороший эффект. Особенно совместно с другой манерой поведения Гордона, которую он использует с помощью своего языка, тела и слов, особенности которых мы рассмотрели ранее. Из этих наблюдений мы можем сделать вывод, что Гордон неспешен, невозмутим, имеет устойчивые стремления и настроения, внешний скуп на проявлении эмоций и чувств, он проявляет упорство и настойчивость в работе, оставаясь спокойным и уравновешенным. В работе он производителен. Все это относит его темперамент к флегматику. Развит семоконтроль, сдержанность, имеет невербальное и вербальное влияние на своих собеседников. Данная модель поведения успешно позволяет ему получать ответы на свои вопросы и, отвечая на вопросы, быть понятным для других и создавать интерес для своей личности. Но не всегда она может быть успешна в других ситуациях, когда происходит коллективная коммуникация в особо напряженной среде. Его поведение напоминает манеру следователя вести допросы. В такой сфере очень важно получать правдивые ответы на вопросы и совокупность таких качеств будет давать хороший результат. Именно поэтому не все его интервью имеют душевную глубину, где нам раскрывается гость по-новому. Они достаточно формальные, правильные, официальные, структурированные, существуют в рамках нормы. С точки зрения журналистики все критерии выполнены, но для продуктивного психологического разбора не все имеет смысл анализировать, так как нет той остроты, недосказанности, которая способна вызвать наш личный интерес для более глубокого анализа. Фактически его модель поведения везде одинаково проявляет себя и во многих стрессовых ситуациях идет ему на руку. Давайте рассмотрим это на нескольких примерах. В прошлом видео мы затрагивали уже момент его выступления с заявлением в передаче «60 минут», но давайте рассмотрим его с точки зрения Гордона. Он начинает свою фразу с выражением своей позиции и придает ей психологическую силу за счет острых и громких слов. Именно переломить пропаганду Геббельса и довести до... Заранее зная, что общение может перейти в шумный диалог, он, будучи последовательным и устойчивым, устанавливает свои правила, прося предоставить ему время, не перебивая. Я бы хотел, чтобы вы мне дали буквально 2-3 минуты, не перебивая меня. И дополняет свое заявление еще одним громким и острым словом, делая на нем акцент. Чтобы я мог озвучить сенсационную информацию. Таким образом он захватывает внимание аудитории, делает рекламу своей будущей речи, но и тем самым настораживает ведущих программы, что заставляет их использовать различные иронические реакции. Дополнительным приемом захвата внимания слушателей еще является момент, когда он утверждает, что будет читать по бумажке, в которой содержится множество деталей, что бессознательно заставляет нас искать эти детали, не упустить их из виду и обращать внимание на большинство слов, которые будут сказаны, а не в общем воспринимать речь. Вы знаете, я никогда не пользуюсь бумажкой, но я составил себе небольшой текст для того, чтобы не упустить ни одну деталь. Детали сейчас будут крайне важны. Во время прочтения своего текста он старается не реагировать на разговоры со стороны. Продолжайте, но это такая заезженная пластинка. Он устойчив к таким нападкам, но если и реагирует, то только для четкого обозначения своей позиции для завершения сказанного. А просто что-то новое прозвучит... Я не закончил. Просто уже долго, правда? Да. 30 секунд. Давайте. Из чего можно сделать вывод, что низкая эмоциональность и холодность позволяют ему стойко выдерживать различные стрессовые ситуации, и он не включается в перепалку, когда его личность подается нападкам и агрессивным выражениям со стороны. Хочу подчеркнуть, что суть не в контексте его текста или слов, а в той форме, в которой он говорит и ведет себя. Слова могут иметь различный контекст. Политический, развлекательный, официальный. Не имеет значения. Значение имеет манера, при которой эти слова произносятся, и последующий эффект на слушателей. Из-за такой низкой эмоциональности и издержанности у него не так ярко и проявляются демонстративные черты, о которых подметил Дудь. Однако они есть. Он неоднократно упоминал об уникальности своих интервью, хорошем продукте и профессионализме. Несмотря на то, что оно может таким являться или нет, человек с развитой демонстративностью не упустит возможность об этом заявить. Потому что, ну это здорово было все. Я делал хорошее интервью. Кто лучше как интервьюер? Мне кажется, я. Ровно за два дня 4,5 миллиона просмотров в Ютубе. Я думаю, что оно наберет еще вдвое больше точно. Я захотел ему сделать подарок. Но вкупе с его откровенностью и самокритичностью это выглядит достаточно гармонично и не бросается ярко в глаза. Как мы выяснили, уверенный и спокойный темперамент проявляется у Дмитрия в его невербальных и вербальных компонентах. Спокойствие, сдержанность и низкая эмоциональность позволяют ему устойчиво держаться в различных состояниях и контролировать себя. Вследствие чего и не проявляется каких-то неоднозначных ситуаций, острых моментов или недосказанностей. Он самокритичен и пытается достаточно подробно отвечать на все вопросы, держит свою позицию и не реагирует агрессивно на противоположную, пытаясь ее аргументировать. Поэтому все беседы и интервью у него проходят слишком спокойно и формально. Вот и на ваши просьбы проанализировать интервью с Дудем я отреагировал не сразу, ведь нет каких-то ярких моментов, которые интересно обсудить и окунуться в них поглубже. Но, тем не менее, надеюсь, некоторые моменты и особенности его поведения не все же получилось выкопать для вас и обратить на них внимание. Уверен, многим риторическим и психологическим приемам у него есть чему поучиться. А на сегодня это все. Наблюдайте за людьми и не оставайтесь в руках. Скоро увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok